А как она на вкус, как ты думаешь? 10 из 10! 12 из 10! Целых две недели не было видео. Кто-то за это время даже успел кандидатом в президенты стать. А... Имя одного человека рандомно появляется на моей руке. Я не знаю, как это происходит, я даже не пытался понять. Давно я не смотрел Андрюшу. Что же, черт возьми, взбрело ему в голову на этот раз? Я даже не знаю. В любом случае, мне кажется, там что-нибудь аморальное. И вот эти паблики, которые также появляются каким-то неведомым образом. Обзор смазок Contex. Давайте посмотрим! Как вы уже поняли по названию этого видео, мы сегодня будем обозревать смазки Contex. Это что рекламный интеграция? Все! Вот ты не мог просто взять и обозревать обычные смазки анальные! Я купил 4 смазки. Вот так они выглядят. Вы не подумайте, ну... Мы не занимаемся. Почему? Вы не подумайте ничего плохого, просто... Ты думаешь, я думаю? Я не думаю. Если бы я думал, я бы не снимал реакции на твои видео. Я решил так. Я никогда не видел обзора на смазки. Обзора на презервативы. Почему этого нет в интернете? Ведь все этим пользуются. Какого черта? Я решил, что нужно все-таки снять обзор, чтобы про... Андрей просто гений. Вот он пошел по принципу, как делают все великие люди. Всю историю человечества. Не было автомобиля. Генри Форд изобрел автомобиль. Не было радио. Попов изобрел радио. Не было обзоров на смазки. Андрей Петров снял обзоры на смазки. Просто люди понимали, что из себя представляют смазки Contex. Почему нет? Почему не исходят до их? Причем бы их не использовать? Давай начнем. У нас 4 смазки. Оу, нет. Вот напишите в комментариях, на что еще Андрей может сделать обзор, чтобы сделать максимальную провокацию. С какого начнем? С какой? С какого? Давай самый простой с антиоксидантом. Она, скорее всего, ничего не предвещает, она, скорее всего, безвкусная и прочее. Безвкусная. Мы будем тестировать маску на запах, на вкус. Будем тестировать. Здесь есть такая штучка, которая ее закрывает, видите? Я нужно снять. Ужал опыт в этих делах, Андрей. Хэштег Ржака. Вот такой хэштег, да, пишите. Протестируем на... кожу. Текстуру. На текстуру, да, давайте. Надеюсь, она... Эта текстура не застрянет, Матвея. Матвей не застрянет в этой текстуре. Я надеюсь, его ч... Маска, она стандартно прозрачная. Мне кажется, она пахнет жвачкой. Мятной. Она там мятой. Интересно увлажняет кожу. Она, она знаете, чем пахнет? Она пахнет лимонадом колокольчик. Никогда в жизни больше не пейте лимонад колокольчик. Лучше поставьте колокольчик под моим каналом. Ну, в принципе, её можно использовать как увлажняющий крем. А вообще, нужно увлажнять? Увлажнять должна? Ну, нужна. Обязана брошить такие деньги. Она очень приятная. О, боже мой. Он... мне показалось, или он губы только что смазал этой смазкой? Ну, типа... Пахнет, я думаю, что вам понравится. Она быстро впитывается, как я сейчас понял, и оставляет эффект... Андрей, ну давай. Ну ты же больше ничего не умеешь в жизни. Ты же родился для того, чтобы снимать дешёвые провокации. Вставлять туда рекламу и позиционировать себя как главный транссексуал Москвы. На водной основе они очень быстро засыхают, и поэтому вам нужно постоянно добавлять ещё и ещё. Смазки на водной основе растянуть, а дальше уже будет хорошо. Нет. А что растянуть? Это вот знаете, как сияние Стэнли Кубрика? Есть подтекст, там есть смысл. Или мама Даррена Аронофски. Просто вот теории, они и здесь, в обзоре смазок-контекс от Андрея Петрова, очень много смысла между строк. Только успевайте улавливать! Сма... эс-ма-з-ка. Смазка. Смазка, да. Мазать. Андрей, когда ты сказал, что ты не нашёл ни одного обзора на смазки и на презервативы. Ты не задавался вопросом, почему ты не нашёл? Ты не задавался вопросом, что ты не Колумб, который открыл Америку, только Андрей Петров, который открыл обзоры на смазки на Ютубе? В чём суть антиоксиданта? В чём? Ну типа она что-то антиоксидитирует? Окей, вон, до следующего. Выбрасываем. Это трэш. Трэш или... А, типа... На самом деле мне очень понравился аромат. Мне... Мне очень понравился. Вот этот аромат тебе точно понравился, Андрей. Это смазка с ароматом клубники. Мы делаем один пшик. Это как стональная основа, ребят. То же самое, просто один пшик. Выроси на лицо. Нет, только не... Ой, блин, очень вкусно. Химозная клубничка, а шампунь дракоши. А больше? А больше? А больше? Аааааааааааааааааааа. Ты сделал это. А то я уж думал! Ты настоящий профессионал своего дела, я тебе скажу. Паста дракоши, опять же. Мне нравятся химозы запах кожи. Мне тоже нравится. И банана. Я люблю такие запахи. И он, вот, пахнет клево. Очень вкусно. Андрей, сделай свой бургер, короче, для трансвеститов. Андрей Петров бургер, где вместо соуса, вместо кетчупа, смазка, контекс. Пахнет, очень вкусно. Ой, такая благодать. Хочу сразу вести себя на лицо, умыться этим и отправиться в путешествие оргазмов. Андрей, почему ты не поддерживаешь? Матвей, смотри, как он смешно шутит. Путешествие оргазмов, он так старается, он сейчас сдохнет просто от своих шуток. Блин, обалденный аромат, ребят, просто обалденный, мне очень нравится. Да, вкус правда, она начала мне как бы рот вязать. Мы так любим то, чего еще не было. Придумай еще чего-нибудь, у меня нет идей, я тебе не буду подкидывать идею. Придумай, удиви меня. Вяжет, мне тоже. Вяжет рот. Немножко немеет, да? Ну нет, еще вяжет, вяжет. В общем, я как-то наносил смазку на рот себе, и у меня онемели губы. Андрей, когда в следующий раз ты пойдешь лечить зубы, прихвати с собой смазку Contex. Протестируем сразу две смазки. Это будет полный коллаборейшн, потому что это одновременно с согревающим и охлаждающим эффектом. Какой это будет эффект, когда нас не подожжать будет с охлаждающим? Охлаждающим. Открывай. Подожди. 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 Мы не обсудили, в чем суть этой смазки. Да! Мать твою! Обсуди, в чем суть этой смазки. Суть. Суть. Этой смазки. Суть. Суть. Если у вас экстрим ситуация, вы не мылись два дня, а парень не хочет очень сильно секса, вложимся в такую позицию. Профект этой смазки просто в том, что у нее аромат клубники. И все. На этом все как бы. Боже мой! Эта смазка с ароматом клубники. И все! Все! Весь обзор! 10 из 10! 12 из 10! Давай. Открываем. Мишанем охлаждающий эффект и согревающий. У меня согревающий эффект. У меня охлаждающий эффект. У меня охлаждающий. Давай сначала так, а потом совместим их. Зачем? Потому что, мне кажется, клево. А согревающий эффект и охлаждающий. Я объявляю эту неделю недели хэллоуинских видео. Кто-то играет в хорроры, я не знаю. Если вы хотите, чтобы я играл в хорроры, в какие-нибудь, вместо того, чтобы смотрел эти видео, напишите об этом в комментариях. Все что угодно, лишь бы не смотреть обзоры смазок. Что будет тогда? Нормальный эффект. У меня согревающим пахнет она корицей. Корицей, однозначно пахнет корицей. Корицей, реально? Андрей, еще раз давай вспомним. На секундочку вспомним, вернемся в историю. Почему никто никогда не делал обзоры на смазки. Размазываю по руке. Имитирую момент соития. Я не чувствую на руке особого эффекта согревания, но я чувствую, что это печально. Жжет. Не греет, просто жжет. А я чувствую эффект охлаждения. Давай мешать. Подожди, а ты нанеси, пожалуйста, охлаждающий. Просто это у меня такой эффект или реально? А тебе согревающий? А нет, Джесс. Будь сюда. Давай. Блин, я думаю, ты зря нанес охлаждающий, чтобы было согревающий. Это ведь так должно работать, Андрей. Это ведь так и должно работать. Мажет себе на губы. О боже, какой пида... Скучно. Я придумал кое-что супер офигенное. Сейчас я беру все 4 смазки, которые вы купили. Ага. Так развлекаются люди, у которых все нормально с фантазией. Они покупают себе смазки и наносят сразу 4 смазки себе на рук. Вот это развлечение для настоящих мужиков. Сразу 4 смазок на одно, на одну ладошку. Антиоксидант и аромат. Может вы суп сварите с этими смазками и попробуете его, Андрей? Это регенерирующий для анального секса. Давай 5. Я захожу в аптеку, там такая продавщица лет 55-60. О господи, сейчас будет еще одна история. Продавщица заразила меня герпесом в аптеке. Господи, вот это новая история для Андрея. Я говорю, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, вот это, вот это и смазки. Она такая, все 4. Я говорю, да. Женя. Запах корицы. Легкое сжжение. И запах корицы. У нас на руках грубая кожа. Это предназначено для более нежной. Выводы, окончательное мнение, какую смазку лучше брать. Да, какую. Я бы хотел комбинировать, на самом деле. Я хочу, чтобы это пахло все корицей дело. Может лучше себе корицы в очко. По крайней мере протестируйте, купите смазку с запахом корицы, мне кажется, вам очень понравится. Но мы помогли вам понять, что, чем пахнет, что, где. Вы действительно мне помогли, Андрей, Тимофей, Матвей. Я сидел и думал, чего-то мне в жизни не хватает. Ах да. Да. В чем суть? Не берите с антиоксидантом. Это полная лажа, на самом деле. А мне понравился аромат. Он такой легкий. Смаживаем на шее. Чуть-чуть. Это как жидкие духи. Надеюсь, она будет сохранительной. Смазку еще можно использовать как жидкие духи. Для чего еще можно использовать смазку? Напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего Андрей Петров может использовать смазку. Мне так интересно узнать. Подписывайтесь на мой канал обязательно. У меня видео выходит каждый день. Видео выходит каждый день. Господи, это все, я виноват. Это все. Простите, я не хотел. Честно, не хотел. Я не знал. Еще раз извиняюсь. Ну сколько? Ну сколько можно? Я уже извинялся. Я не хотел, чтобы Андрей снимал видео каждый день. Я не знал, что так получится. Он сам. Он сам заметил реакции на видео. И это стало побуждающим действием для Андрея. Забыл назвать цены. Все смазки стоят одинаково. За 4 штуки я отдал 2 900. Кто-то спрашивал, Андрей, кому-то... Мне нравятся люди, которые не боятся обсуждать все темы, в том числе и жизненные. Это так жизненно. Вы выходите на улицу и там все обсуждают эти смазки. Это так жизненно. Я даже сейчас подумал, что как жаль, что не я первый придумал обозревать смазки, Андрей. Боже мой, все. Я... Я не знаю. Пока меня не было, вот это вот начало происходить. Как мне вернуться в нормальце? Нужно снимать нормальные видео. Но Андрей Петров не дает это делать. Завтра же нормальные видео. Никаких смазок, никакого Петрова. Нормальные видео. И спасибо, что подписался на канал, поставил колокольчик. Потому что не поставил колокольчик, не узнал о том, что вышло новое видео. Ютуб не дает вообще развивать каналы. Потому что он не выдает фит. Надо просто подписаться, поставить колокольчик и все. И вот это видео можно посмотреть, можно смотреть как хочешь. Я не принуждаю, не заставляю, а просто... До завтра.